Данные выборы, они будут очень показательны, поскольку это выборы не просто, вернее, до выборы депутата областной думы по городинскому округу, но это еще и выборы в областную думу, которая сейчас переживает не самые легкие времена, и поэтому, в общем-то, каждый депутат на сегодняшний момент там играет достаточно серьезную роль. Поэтому и выборы, которые предстоят нам в ближайшее время по городинскому округу, это будут выборы непростые, это уже видно хотя бы по накалу страстей и по количеству кандидатов, которые там зарегистрировались. В то же время есть очень серьезная опасность. Во-первых, это опасность как косвенная, так и прямая. Косвенная опасность – это пресловутый административный ресурс, это давление чиновников на представителей ТИКа, УИКов, хотя, конечно, такое давление очень трудно отследить и зафиксировать. Но есть опасность прямая, это опасность фальсификации возможных выборов. Это действительно серьезная необходимость. Почему именно кандидат Куприков обратился в Центр избирком? Разве не логично было бы, если бы это сделали представители партии власти «Единой России»? По этому округу зарегистрирована масса кандидатов, причем все из них достаточно люди общественно активные, энергичные. Но я полагаю, что у Андрея Александровича Куприкова, если, скажем так, не максимальные шансы, то, по крайней мере, одни из самых высоких, чтобы получить данный депутатский мандат. Поэтому, естественно, что он в первую очередь заинтересован в том, чтобы выборы прошли честно. Ну, а кроме того, он выдвигается при поддержке Коммунистической партии Российской Федерации, КПРФ, которая в этом плане, в общем-то, всегда достаточно энергично и активно действовала. Почему не от «Единой России»? Ну, я думаю, это риторический вопрос, потому что большая часть вообще всегда упреков и сомнений по поводу частоты выборов поступает именно в адрес этой партии и кандидатов, которые выдвигаются от нее, либо при ее поддержке.